Всем привет! С вами Пиртураба, и сегодня я хочу показать вам бой 3х3. И бой был необычным, а знаете почему? Потому что в этом бою участвовал сам Батька Нагибатор. Ник которого вы сейчас видите, ну и в принципе прекрасно знаете. Игра тут за арков показывает скилл на огромных картах. Как же нужно играть на огромных-то картах? С ним, короче, два сыма, я не буду произносить их на инники. Не знаю, мне это всё трудно прочитать, я с английским не дружу, скажем так, но не важно. В общем, против них играет Дарк, Сестра, Сопка и Гэшник. И вот кто-то, один из них, это мой друг, которого вы все прекрасно знаете, и прекрасно знаете его скилл, скилл высокий. Но я не буду говорить кто, просто этот мой друг сменил себе ник, чтобы сыграть против Великого Батьки, ибо Батька всех хороших игроков кикает. Вот, сменяю ник, ну и в общем крест его не кикнул, и он попросил, чтобы я его ник не выдавал. В общем, кто-то из них, в общем, может догадайтесь там по уровню игры, я не знаю. Давайте смотреть, как это было. И Гэшник тут начинает, естественно, играть через два генератора, потому что карта огромная, рашить нет смысла против профессиональных течеров-то. Вот, спрашивает тут, есть ли русский СМчик, серенький. Просто буду говорить серый СМ, красный СМ, и профессионал. Спрашивает, есть ли русский. Конечно, есть. Тут вот, ИГшник говорит, мой ок. Тут я не вижу, на что они тыкают, потому что в повторе это не показано, ребят. Вот, наверное, говорят, может быть, о термогенераторе, я не знаю. Может быть, о реликте. Наверное, о реликте. А, батька тоже тут играет через два генератора, естественно. Ну, по-разному, на самом деле, я потом спрошу, ну, пусть мои друзья, которые будут смотреть, отпишутся. Но, по моему мнению, тут как бы тема посильнее была у батики, потому что всё-таки два СМа-Йорк посильнее, чем Дарк, ИГшник и Систра, на мой взгляд. Что-то тут, батька, пишет. Нет, я не слежу просто за перепиской, вы читайте. Тут вот пишут красненький, что у него русификатора нету, бедняга. Бывает, чё? Значит, он не смотрел мои видео, как поставить. Да и на самом деле, в руководстве, в Стиме это всё есть. Зачем я тебе сделал видео? Русификатор, улучшение графики. Это всё есть в Стиме, но просто когда я начинал, я про эти сообщества вообще не думал. Я пытался вбить в интернете и найти, но так и не нашёл. Ну и как бы тоже и сам сделал. Вдруг есть тоже такие люди. И тут у батьки будет один... Нет, не один. Одна огромная ошибка. Вы увидите, какая. Я вам её покажу. Ну, я смотрю на какой карте, но тут это явно была ошибка его. И в данной ситуации, ну, вы увидите, в принципе. Вот, ИГшник, скорее всего, да, он просил реликту у Дарака, но это естественно. Зачем Дарку, как бы, реликт? Дарк зато берёт точку, на ИГшника переключусь. Всё-таки он как бы не от центральной до ИГ, как бы... Мне как-то ближе к сердцу. Не знаю. Тут её переписка. Ну, тут, короче, ясно то, что тут, как бы, русские все втроём. А тут вот переписываются на английском. То есть тут явно два англоговорящих человека. И один мой друг. Ну, в принципе, который тоже нормально знает английский язык. Такой гвардеец на фоне красного неба. Уйдёт Мекк у батьки. Ну, что-то, как бы, третья минута уже надо выводить всё-таки Мека. Инвиз. Гречки вкачали. И идут шуты у батьки. Так, реликт тут захватили. Тут, в принципе, скорее всего, сейчас ИГшник скинет реликт, чтобы Дарк его пикнула. А, нет, смотрите, ИГшник сам идёт. Хотя можно бы, в принципе, скинуть, наверное, генераторы Дарку. Так же, как это был уникрон, он бы пикнул и построил бы, на мой взгляд, нужно бы Дарк. Ну, хотя, в принципе, это не стандарт, скажем так. И вот это вот додуматься так. Так, батька тут идёт на ИГшника своим командиром с шутами. Не думает убивать строителя. Вот, смотрите, всё-таки переключился на строителя, но строитель, в принципе, уходит. Нет, не ушёл строитель, обидно. И начинает разносить точку. Тут вот сзади ещё Гварда подошла ИГшника. Идёт вяжет шутов ближки. Тут вот подходит Саваги на второй пак Гварды. Ну, и, в принципе, происходит бой, но с другой стороны тут вот серенький Сэмчик уже в Т2 прыгает. Помогает Савагам. Всё-таки немножко тимповое присутствует. Ну, тут где-то основная заруба. Тут вырывается Дарк, помогает. На самом деле, если бы батька юзал бы баги, он мог бы ещё и пачку Саваг спасти телепортом. Но он баги не юзает, и пачку Саваг не спас. Да, хотя можно его просто прицепить, не используя бага, на самом деле, спасти, чё я туплю. Ну, тут уже вот два глайдера, пацан быстро вышел в течь. Не думаю о том, чтобы уничтожить вентилятор. Делает это батька. Батька рушит вентилятор. Кстати, недавно у батьки был бой. Мне металл сказал, где он был с Котрухом. Играли Котрух, тогда пьяный был. Да, пьяного Котруха выиграть. Я не думаю, что очень трудно. Ну, вы все, кстати, кто не знает Котруха, он у меня на последнем стриме повахивал. И Гэшник, который лайку дебилом называл. Ну так, чисто. Ну, все, точка отчинена. Толпа тут. Батька продолжает пристреливаться. Кидает обилку Дарк, очень вовремя. Идет уничтожение Слак. Но обилка, в принципе, не такая уж и очень долгая. Поэтому батька успевает уйти. Красненький. Так, пока не думает помогать. У него есть три гена, машин пид, пятая минута. Ну, округлю до пяти. Тут три гена. Топово стоят, конечно. Не чтобы где-нибудь вот тут возглавить, ну, генцы. Вот тут, вот там. Вот так вот, вокруг базы. Это щит. Застревает термогенератор. И Гэшник. Так, тут точка Даракана, я пока не апнул. Ну, сестра, нормально. Че тут, сестря-то парится. Просто делаешь, через стенок идешь. Вот, вот ошибка, батья. Вот, ну, посмотрите. Вот, на передовой поставить баннер ваг на передовой. Это типа дополнительная защита, серьезно. Сюда подходит техника, их разносит, и все. Минус Т2, там, орку. Вот, смотрите, вот сейчас, в принципе, это и будет. Сейчас вы увидите. Походит сестра. Вообще не парясь ни о чем. И начинает сжигать баннеры. То есть, и сейчас орк откатывается в развитии назад без баннеров. Все, минус первый баннер. Сейчас будет еще минус второй баннер, ребят. На этой карте-то было непозволительно. Хотя бы уж за точку поставил бы. Ну, и вот сюда вот. Ну, зачем? Резв-то много, в принципе. Сарказм, кто не понял. Все, минус точка. Еще вот эти, конечно, сожгут. Конечно, да. У него тут... Так, у него... У него всего-то было четыре поста вага. И сейчас все будут минус четыре поста. Профессионал. Лучше бы тогда уж вот тут вот их бы воткнул. Конечно, посты тут могут использоваться как турки, но... Уровень орка, его Т, зависит именно от баннеров. А он вообще просто поставил под огонь, их сожгли и все. Ну, хотя это батька, он, скорее всего, об этом знает, но... У него была своя идея. Тут вот СМ продолжает стоять. Ну, за контролем, в принципе, нормально отходит. Ну, тут Дарк переходит в атаку, сами в армии, бомбами. Ну, вот, смотрите, батька на спаме. Вот тут... Шторм Блэзов прыгает еще. Ну, и последний, в принципе, вагбаннер не уничтожили. Но все равно орк сейчас откачан назад. Откачан. Откатили его, в общем, назад. Так, давайте посмотрим. Я на него переключаюсь. Качает броню тут. Да, Т, в принципе, тут, в принципе, речи не может быть, потому что по-новой нужно баннеры строить. Не ставят тут ставить, конечно, эпичную музыку. Эта музыка подойдет. Обычно эту музыку, конечно, в КС-ку ставлю, но все равно. Тут вот правильно делает ЭГ-шник. Сделал кучу гварды, стреляет в СЛГ-шника с комиссаром. Вичевает ХП-шку. Это что за скилуха к пачке серых ставить? Апотекария. Я не знаю. Может быть, на моя тактика? Не важно. Идет в бой, вылазит. И смотрите, божественный контроль Штормбойзов. Штормбойзов бьют Химерку и погибают. Они могли бы еще отлететь и выжить, но зачем? Орков много. Нужно играть по тактике, по бэку. Отпускать их в бой, и они должны умирать. Зачем контролить? Кидает обилку и теряет шуток. Штормбойзов был слив просто божественный, на самом деле. Так вот, тут, конечно, серенький эсэмчик тоже в Т3. Орбиталочку построил. Т4 пока, правда, не идет. Красненький эсэмчик. Практически в Т2. А Орк, топовый течер, пока даже не в Т3, ребята. Почему? Потому что он поставил баннеры на передовой. И вот он их начинает отстраивать заново. Ну, и Гешник, в принципе, просто приехал, побил и безнаказанно уезжает. Даже машинку не долбали. Тут 49 хп на один выстрел-то. И Гешник, естественно, тоже в Т3. Сестры только Т3 идет. Пистолет качается. И, тем не менее, Говоритель увеличивает веру. Ну, в принципе, тоже нормально. Хотя, когда я играю за сестер, я их обычно качаю только на Т3 там. Лучше бы, наверное, за эти деньги вот эти две точки качну. Хотя эти точки будут дороже, если качать вот веру. Но все равно. Больше, естественно, приносить дохода будут. Тут он ставит два механизированных штаба. Уже идет Т4. В другом он сможет заказывать лемонрасов. Хотя... Ну, хотя, в принципе, да. В одном может заказывать лемонрасов, и в другом. Так будет быстрее. Или в одном заказывать василиски, в другом лемонрасы. Это увеличивает скорость. Ну, тут он делает застройку. Не думаю, что в серьезном, скорее всего, фан будет. Но, опять же, мог ожидать то, что тут уже вандрайдер идет. Так. Давайте посмотрим. У серенького СМА Т4 47%. А у ИГшника 69%. Только вышел в Т3. И красненький СМ. Пошли, то он АВ есть. Есть и В. Эх, Урка. Снова отстраивает по новой. Все. Т3 у него еще явно будет не скоро. А почему? Потому что бахнули баннеры. Вот в некоторых играх 1 на 1. Как мне это говорил друг Олов. Там, конечно, да, можно поставить баннеры. Использовать как турки там. Но не в такой игре. Ну, когда они все налетят на эти баннеры. Их бахнут еще и на передовой. Ну, просто убивать ноль. Тут явно ИГшник жирует. Ставит его по 3 себе. Ставит марсианский. Тут бы, конечно, его возьмут чуть подальше. Потому что вдруг, если атака, его снесут. И край еще не выйдет. Но это его, в принципе, дело. Построил. Тут вот терминаторы. А Т4 пока этот СМ не думает. Вот этот вот серенький СМ явно не думает о том, что его можно посадить как бы СМов в казарму. Скинуть кому-нибудь на базу. Или просто, как неожиданно, взять и скинуть. Но он еще и к терминаторам поддержки решил прицепить ФКУ. О существовании библиария он явно не знает, ребят. И с его имбовая билка. И вообще, в принципе, именно терминаторов поддержки желательно ссовать не в орбиталку, а просто сажать Джаггернаут. Вэландрайдер. Просто у кого русская версия, может быть, стоит там написать Джаггернаут. Вообще, Вэландрайдер сажать. И просто ездить, привозить их. Тогда это очень имбоватая связка. А нет, смотрите-ка, тут все-таки второй, наверное, после защиты поставил. Не стал он тут ничего заказывать. Но я бы, на самом деле, сделал бы. То есть, двойное производство. Намного быстрее. Сестра тут сделала... Сделала... Сделал. Четыре паки с листенок. Баги не юзает. Не делает второго... Командира, в общем. Не буду даже читать, пытаться. Хотя, пару багов, конечно, можно было бы заюзать. Ну, Дарка нормально. Один пак варов, два пака бессмысленных караностов. Как говорят, караностцы, это самый дерьмовый антитех в игре. Ну, там реально просто... Вот, кстати, Орг, наконец-то, на 12-й минуте пошел... На 13-й минуте, извините. Пошел в Т-3 с... 25%. Когда у всех уже... Когда уже... У Гэшника есть Т-4, и покупается карающий. Уже вышел Лендрайдер. У серенького СМА. Тут только идет Т-3. Нормально. Вышел первый Лемон. Да, вот, кстати, нет, он все-таки делает... То, о чем я говорил, тут вот покупает Васильевский. Тут покупает Лемонов. Видит Лендрайдер. Кстати, он тут будет сажать? Нет, мне вот интересно. Может быть, он это и сделал, то, что я и говорил, имбу. Будет юзать. Но, опять же, а где Библиарий-то с его имбовой билкой-то? Который делает союзников неуязвыми. Ну, выходит карающий меч, который... 1 на 1 бахает Лендрайдер. Правда, Лендрайдер там его оставляет. Ну, почти 0 хп, вроде так. Именно, по-моему, карающий бахает. Но все равно, в этой ситуации... ИГшник, конечно, выигрывает. Тут, во-первых, есть имбовая Гварда. 2 Лемона. Карающий. С другой стороны, в атаку переходит Сестра. Тут видит массовый сброс всего, что можно. Дреноутов. Тут будет 2 пакета терминаторов. Хватило, чтобы это, в принципе, бахнуть. Ну, приезжает еще Лендрайдер. Тут у Торг подбегает своей армадой, своей одной танкеткой. Терминаторы там, пацаны, уже прокачали. Профессионалы. С другой стороны, приходит Дарк в атаку. То есть, нормально. Они все согрелись. Все трое согрелись на одну сестру. С другой стороны, приходит Дарк. И сейчас нужно уже врываться. Да. ЕГЭшник идет в атаку. Застраивает он себя. Еще не термоген ЕГЭшник. Правильно, что ЕГЭшнику нужно больше энергии. Кидает сюда варповый урагандуш. Короче, Саушторм. Кидает. И тут урага гребает. Подъезжает сюда Лемон, намекающим мечом ЕГЭшник. И, в принципе, дистанция хорошая очень. Тут строителей нет. Обязательно возле Лендрайдера должен быть 1-2 строителей. Вообще, 3. Один будет такой, как... Знаете, это просто запасной вариант. Там, если одного бахнут. Обязательно. Но тут нету. И теперь они дружно отступают на Дарка. На самом деле, у Дарка уже должны были быть псы, на самом деле. Ну, мы покупать ведьм. Ой, тут обидно. Застанели бедный Иван Драйдер. Строителей нету. Все бахнули. На изи. Нельзя так делать. Кидает орбиталку. Хорошо попадает. Серенький Сэм. Хорошо. И снова вся армада. Ох, это что? Показали. Да, гитсы идут. Наконец-то у орка вышли гитсы. Ну, ничего. Инвиз прокачался. У ИГЭшник тут уже сейчас будут покупаться. Ассасины. Так, рейды больше никакие пока нигде не ведутся. А вот тут реноуты покупаются. Ну, тут смотрите. То есть, Дарк вступает назад. Он, опять же, двух уже на трасс агрил. Серенький Сэм все потерял. На миду ИГшник идет в атаку. Тут гитсы стоят. Просто курят. Они, конечно, могли бы пойти где-нибудь тут помочь. Или там сюда подойти. Но курят стоят. Не важно. Мека контролить не нужно. Зачем контролить Мека? Умирает Мек. В ноль туда летит сейсмический снаряд. ИГшник жирует по лесам. Это можно уже делать. Я бы уже скидывал, конечно, еще одну главку. Почему бы нет? Где-нибудь тут в проходе, чтобы защитить Дарка. Ну, вот он вспомнил о том, что тут есть древние. Мека, он не стал к ним цеплять. Просто, просто можно Мека отдать. Вот ИГшник, что делает, смотрите. Бегает, строителем чинит. Тут вот еще Гварда у него. Куча Гварды. Она, кстати, имбовая довольно. На Т3, Т4, когда у них плазма вкачанная, броня, бионика, оптика, плюс командиры. Там приста можно цепить, тогда они будут носиться, как угорелые, налево-направо. Тут, конечно, можно взять уже Химерку, начать попрофинговать немножко терминаторов. Совсем чуточку. С другой стороны, Сестра переходит на серенького СМА. С другой стороны, Дарк идет на красненького СМА. Это, наверное, красненький СМ. Чапа просто стоит нормально. Вот тут командир выходит под криками ВАГ. Ну, тут, в принципе, конечно, нужно отвечать, потому что орк пока не уездил. Но, смотрите, прилетает Святая Лополоти. Самый сильный демон в игре. Ну, я имею в виду... Ауч, еще я аватара. И все, батька, коржусь, понял. Батька не осилил. И стал превозмогать. Или в ноу. Это потому что не компов башить. А башить среднячков. Но, смотрите, как красненький СМА сейчас сопротивляется. За Императора ждет свой Ландрайдер. Не выходит пацан, покупает еще серых. Кстати, Котрух зашел. Прикольно. Наверное, он опять пьяный. Котрух играет в Аху, только когда пьяный. У него есть ОП-3 на базе. На самом деле, позорно. Тут СМ проиграл до руку в один в один. Ну, понимаете, это же не игра один на один. Просит. Онклскил, чтобы отливал. Чтоб не терял время и не тратил. Ну, в смысле, то, что тут же как бы карта один на один. Поэтому это не игра один на один. Но тут, именно, если смотреть по сторонам, то тут как бы именно он с дарком. Не в один. И он по идее должен был его выиграть. Но он проиграл. Ну, тут все, в принципе. Он вышел. Он, скорее всего, игру и создавал. Тут баг-повтора. Не баг-повтора, а баг-игры. То есть, игра независима. Ну, в принципе, уже можно выходить. Понятно, кто выиграл. Смотрим на статистику. Смотрите-ка. Как говорит батя, у кого больше всего 100-100 победил, но по статье что-то как-то батька вообще не заточил. Только по технологии. Но, опять же, у него там столько урока было, что их нужно было по-ребому качать. Но по армии, по ресурсам победил АГ-шник. Да и по технологии он занимает второе место. И побеждает просто батьку в ноль. Батька. Даже не на первом месте в своей команде, ребят. Вот такой вот был бой. Надеюсь, вам понравилось. Скоро, может быть, ребят, минут через 10-15. Может быть, даже минут 5. Примерно вот от 5 минут до 15 минут В этом диапазоне я выложу бой с профессионалами уже. Там будут всякие Окса, всякие Михалычи, всякие бойские нагибаторы. Так что ждите. Скоро будет. И на этом всё. Спасибо всем, кто посмотрел, ребят. Всем пока.